Добрый день, страждущие, пытливые блогеры и просто хорошие люди. Слышал неожиданно воскресенье, рабочий день, работа была в плане, заезжает эвакуатор, загружаем машину, Гранд Старос, как вы видите, и что отказалось? Оказалось, что там стоит мотор, легендарный мотор Toyota 2JZ. Это рядная шестерка бензиновая, владелец постоянный, машина эксплуатируется много, долго на расстоянии Москва-Мурманск, Москва-Саратов, Пенза, все что угодно. То есть она все время на ходу, и поэтому этот владелец, наш постоянный клиент, хороший молодой парень, неунывающий, несмотря ни на что. Вот, он приобрел себе, был у него до Гранд Старос на дизеле, вот приобрел Гранд Старос вот с таким вот мотором, с бензином, который был где-то сделан на просторах страны. То есть это модный на сегодняшний день так называемый свап, на этот автомобиль, где стоял изначально заводской дизельный мотор известнейший D4CB, поставили вот этот бензин. Много мастерских ставят на просторах страны, много занимаются этим, но вот, к сожалению, или к счастью, может быть, не знаю еще, эта машина попалась у нас. Чем приехал? Был эвакуатор, машина шла с какого-то города там, ну, коммерческой использованием, естественно, был, как сказали, дополнительный стук. Мы завели его, стук был неприятный, стук был шатунный, поэтому, как бы, ну, что тут разбираться, решили сразу снимать. Вот, вы можете посмотреть свап, да, свап по-русски, наверное, называется, я не знаю, как это сделать. Вот эти балки стоят, двутапровые балки такие, обычно строительственные перекрытия они ставятся, вот и вот. Вот эти балки были инсталлированы вот сюда вот на эту несущую конструкцию на балку, и вот сделан крепеж для двигателя, вот эти опоры двигателя сделаны, вот, помнишь, такой конструкции. Не знаю, насколько это эстетично, но выглядит очень надежно, прям безумно надежно, вот, ну, вот так. Да, что еще бросилось в глаза? Вот такая вот жгут электропроводки, он просто идет в салон, и там мы не нашли, когда стимальный мотор, не нашли ни одного такого, так сказать, разъема, чтобы как-то вытащить. Скорее всего, я не буду ничего плохого говорить про других, да, скорее всего, сначала поставили мотор, а потом начали делать электропроводку, так сказать, уже в навесном порядке. Что творится там внутри, вот, куда он там заходит, не полезен, ладно, бог бы с ним, сняли мотор. Ну, естественно, самая простая процедура, что же там, ну, естественно, завели стук, понятно, шатунный противный, просто сняли мотор, достаточно быстро сняли его, там, часа два, что мы провозились, и открутили поддон. В поддоне мы увидели вот такую вот штучку, смотрите, сколько металла, да, и цветного, и не цветного, все подряд. То есть, в принципе, с таким количеством стружки жить мотор больше не будет. Вот, так как этих моторов достаточно много представлено у нас на рынке, владелец, как это сказать, махнул рукой, что-то сказал по-русски, сказал, ставим такой же. Поэтому смотрите дальше, наше приключение с таким мотором, свап, вот, будем заводить, как поставим новый мотор. Принято решение ставить такой же, точно, мотор. Я думаю, что он скоро приедет, и мы будем продолжать. Такой, допустим, не пора. 3-0 3-0 3-0 1-0 Оооо! Вы видите, мотор стоит, работает Подробности, тонкости, может быть, неинтересно Вы все видели, когда это было в разорванном виде Улыбка на лице у всех, и у меня в том числе Отправляем корабль в большое плавание Наверняка с большим расходом бензина, но так и положено Со слов владельца, не знаем как, говорит, что мощность двигателя более чем достаточно Больше 180, вот маловато, 180, когда сейчас больше бы хотелось, но не едет Я так понимаю, что просто, наверное, задний дифференциал, который стоит Мост задний, да, родной стоит Может быть, там что-то такое, он уже не очень тянет, вот этот мотор Но так, в общем и целом, достаточно быстро Достаточно стартует, да, мощи хватает, чувствуется Отправляем в рейс, спасибо, не хворайте Редактор субтитров А.Семкин Субтитры сделал DimaTorzok